Привет, с вами Криптонист и сегодня будем говорить о приложениях для iOS и Android, которые позволяют работать с аппаратным кошельком Ledger Nano X и Ledger Nano S. Поехали! Вчера я получил письмо, где было сообщение о том, что теперь доступно приложение Ledger Live в Google Play Маркете и в App Store. Что хочется сразу же сказать, что смартфоны должны быть не ниже версии iOS 9 или Android Lollipop 5 и выше. Особенность данного приложения заключается в том, что можно будет полностью функционировать и полностью совершать транзакции, работать с кошельком через приложение на смартфоне. Ledger Nano X позволяет полностью работать с кошельком со смартфоном Android и со смартфоном iOS. То есть можно получать средства, можно отразить средства, можно загружать приложение, можно настраивать кошелек. То есть вообще полностью все, что вы делаете на ПК, то же самое будет доступно и на смартфоне. Пользователи Ledger Nano S могут подключаться к смартфону через OTG-соединение. Что касается айфонов, то невозможно будет вообще управлять с помощью айфона, тратить транзакции, так как к айфонам просто нельзя подключить внешнее устройство. Для смартфонов Android это возможно, единственное, нужно проверить, поддерживать для смартфона подключение on the go. И можно будет также, как и с Ledger Nano X, тратить средства, получать средства и полностью работать с кошельком. В конце видео я скажу свое мнение о том, вообще стоит ли париться людям и менять свой аппаратный кошелек Ledger Nano S на Ledger Nano X и в чем его вообще преимущество. А пока давайте приступим к обзору приложения. Я покажу приложение на iOS, я уже установил в App Store, Ledger Live. Итак, запускаем его. Начинаем работу, выбираем наш обратный кошелек Ledger Nano S у меня. И здесь необходимо импортировать расширенные ключи. Для тех, кто не знает, что такое расширенные ключи, расширенный ключ это ключ, который позволяет развернуть все дочерние ключи, которые находятся в его подчинении. Что плохого будет, если кто-то увидит ваш расширенный ключ? Никто не сможет потратить ваши средства, но этот человек сможет увидеть все транзакции, которые совершались в прошлом, все транзакции, которые совершаются в настоящем и все транзакции, которые будут совершаться в будущем, в периметре этого счета. Поэтому утеря этого ключа расширенного сильно бьет по вашей конфиденциальности. Итак, для того, чтобы увидеть наши расширенные ключи, я сейчас зайду в кошелек Ledger Nano S. Значит, мы здесь выбираем пароль наш, вводим. И далее необходимо нажать на кнопку Settings и Export Accounts, то есть их экспортировать. Нажимаем Export. И здесь появляются все расширенные ключи, которые были загружены. То есть все счета, каждый счет имеет свой расширенный ключ, и здесь по очереди отображаются все эти расширенные ключи. И мы берем наш смартфон и просто считываем его. И вот мы видим бегунок, то есть сколько здесь процентов. Вот все наши аккаунты, которые у нас отобразились. Это я могу закрыть. Мы можем какие-то аккаунты отметить, какие-то не импортировать. Нажимаем кнопку Далее. Здесь нам предлагается установить пароль. Ну, я установлю какой-нибудь простенький пароль. Touch ID, тоже я этот шаг пропускаю. Ну, и предупреждение, да, с ними я знаком. Далее это уже настройки самого приложения. То есть здесь передача данных по улучшению приложения, передача каких-то ошибок и так далее. Я это все, в принципе, не люблю. Я отключаю всегда, жму Далее. И все, вот наше приложение. Мы находимся в так называемом портфолио. Здесь у нас отображаются все транзакции. Сверху мы видим, что у нас загружено 6 аккаунтов. Вот здесь написано. У нас есть график. В фиатной в адлюте он отображает весь наш баланс. Ну, график также можно его подтянуть и отобразить в виде года, месяца или недели. И далее у нас идет по хронологическому порядку все наши транзакции, которые мы совершали. И если, например, мы кликаем на какую-то транзакцию, здесь открываются ее детали. И у нас есть, значит, здесь написано, какой аккаунт, какая дата, сколько комиссий мы заплатили, ID транзакций, какой был вход, какой был выход. Да, и confirm 67721 – это количество блоков, которое прошло в момент, когда транзакция утвердилась. То есть это количество подтверждений. И здесь есть также кнопка view on explorer, то есть мы можем перейти в обозреватель блокчейна и посмотреть нашу транзакцию и все данные нашей транзакции в обозреватель блокчейна блокшифер. Ну и здесь, в принципе, все то же самое написано. Возвращаемся обратно, закрываем транзакцию. Ну и также там по любой другой транзакции, например, вот биткоин, все то же самое, сколько блоков было, насколько подтверждений, то есть наш аккаунт, дата и все вот эти данные. И также можно перейти в обозреватель блокчейна. Здесь блокчейна инфа уже. Это у нас транзакции, то есть они хорошо загруппированы, объединены. Здесь все достаточно хорошо видно. Далее у нас идет раздел счета. Здесь мы можем отсортировать счета по имени или по наибольшему балансу. Вот у меня наибольший баланс – это Ripple – 390 рублей. И, в принципе, когда мы кликаем на сам счет, то отображаются только те транзакции, которые в рамках этого счета. Есть возможность также и сразу же принять, но об этом немножечко позже. Что у нас здесь еще есть? Здесь есть настройки самого аккаунта. Можно назвать аккаунт точно так же, как и в Ledger Live. И можно отобразить, в каких единицах отображать наши, то есть Litecoin, MilliLitecoin или Toshi. И также можно установить поставщика данных и количество подтверждений, которое необходимо, чтобы кошелек нам сказал, что транзакция прошла успешно и она подтверждена. Ну и в самом конце мы можем удалить вообще этот аккаунт отсюда. Кстати, почему бы не сделать это? Ну и вот, собственно, Litecoin у нас больше нет. Да, добавить аккаунт, соответственно, точно так же мы импортируем просто расширенные ключи. Далее идет раздел Transfer. И здесь мы можем принять платеж. Например, мы нажимаем принять, выбираем валюту, выбираем счет. Да, здесь соглашаемся со всем. И у нас отображается QR-код, который мы можем предоставить отправителю. Мы видим, что это аккаунт Bitcoin2. Мы видим наш адрес. Мы можем скопировать адрес и подставить его, например, в Messenger. О чем говорит это сообщение? Это говорит о том, что нам необходимо сверить наш публичный адрес с тем адресом, который находится в аппаратном кошельке Ledger. И это хорошая профилактика, которую необходимо обязательно делать. То есть проверяйте обязательно первые пять символов в начале адреса и последние пять символов в каце адреса. Также можно принять через аккаунт. То есть мы можем отсюда принять через Transfer. И также можно через аккаунты, например, сначала выбрать аккаунт и далее нажать кнопку Receive и все то же самое. Далее в разделе Transfer у нас есть обмен. Ну и обмен точно такой же, как и в Ledger Live. Это просто рекомендация. Это не означает, что вы можете конвертировать монеты, как, например, в интерфейсе Trezor.io. Ну, я думаю, что в скором времени, кстати, Ledger точно такую же штуку, как и Trezor сделают. Дальше есть вкладка Ledger Nano X, которая позволяет просто настроить аппаратный кошелек точно так же, как это делается в приложении Ledger Live. Так, и настройки, то есть у нас есть общие настройки, где мы можем выбрать фиатную валюту, поставщика данных, установить пароль, установить Touch ID и отправку данных, и Developer Mode, который позволяет работать с дополнительными приложениями. И отсюда я хотел бы перейти к вопросу, стоит ли менять Ledger Nano S на Ledger Nano X. Основным отличием Ledger Nano X перед младшей моделью является наличие Bluetooth-соединения. Это означает, что можно будет работать с вашим кошельком полноценно на смартфоне, то есть вы можете получать средства, вы можете утратить средства, вы можете производить настройки вашего кошелька, вы можете загружать, удалять приложение. То есть это добавляет мобильности для работы с вашим кошельком. Многие пользователи сомневались в надежности использования аппаратного кошелька и Bluetooth-соединения, но когда задали этот вопрос Эрику Ларшевеку, он сказал, что Ledger Nano X работает уже так, как будто по Bluetooth-соединению уже прослушивается и скомпрометировано. То есть все действия в любом случае вы будете совершать на аппаратном кошельке, вы будете сначала сверять все данные перед совершением транзакций и потом уже подтверждать это на устройстве. Также вторым существенным преимуществом является увеличенная память. Они обещают, что до 100 приложений можно будет загрузить, и это будет актуально для тех людей, которые достаточно часто сталкивались с нехваткой памяти на аппаратном кошельке. В целом принцип работы этих аппаратных кошельков един, то есть приватные ключи находятся в кошельке, и любая транзакция потребует подтверждения на самом девайсе. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Пока!